Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. У нас сегодня с вами будет прекрасный эфир, я надеюсь. Сегодня мы поговорим с вами о том, каким образом создать путь победителя и как сделать так, чтобы, в общем-то, та дорога, которую вы для себя выбрали, была и шла постоянно вверх. И вообще поговорим о том, а возможно ли, чтобы дорога всегда шла вверх. Вы знаете, я один из тех людей, которые периодически любят о ком-то вспоминать, начиная от какого-то актера из любимого фильма детства, иногда бывает кем-то, с кем я раньше как-то сотрудничала, дружила, или о какой-то компании, услугами которой пользовалась, вдруг у меня так происходит, опа, интересно, а где этот человек или где эта компания? Сегодня благодаря интернету, конечно же, мы можем достучаться, не то что достучаться, мы можем узнать историю практически любого человека, а если не можем узнать, значит этого человека нет. Потому что сегодня реальность такова, что если ты успешно развиваешься, ты обязан быть в социальных сетях, а тебе есть любая информация, ну, много информации, ты сам о себе ее создаешь. Поэтому я такие, ну, как бы не то что эксперименты, наблюдения иногда провожу. И удивительным образом порой замечаю, что люди, которые какое-то время назад были или безумно популярны, или безумно успешны в своем деле, были, что называется, на гребне волны, исчезают. Как так получается? Почему люди, которые достигают в разном возрасте, очень часто в молодом, больших высот, и кажется, что путь этого человека всегда будет устелен буквально розами, и что невозможно его переплюнуть, и, наверное, у вас в бизнесе так бывало, когда вы смотрите на кого-то и думаете, ну, вот уже все есть, а эти такие крутые, никак невозможно их переплюнуть, и все, и вдруг проходит какое-то время, и эти люди исчезают. И что интересно, очень часто люди исчезают не из ниши какой-то, да, то есть, например, был успешен в чем-то, потом оставил эту нишу и пошел в какой-то другой, реализовался, или как личность, не обязательно прям ниша. А вот вообще человек выключился. Я над этой темой начала задумываться, и сегодня бы хотела рассказать вам, что я по этому поводу думаю, почему так происходит, поделиться личным опытом и дать, конечно же, какие-то важные советы. Но я бы хотела еще сегодня затронуть тему, которая в последнее время стала очень актуальной для меня и для моих подруг, у которых есть большие аудитории людей, и поговорить буквально немного, потому что эта тема уже очень актуальна о так называемом личном пространстве. Вы знаете, я сегодня столкнулась с тем, что мне позвонило два человека. Для меня просто шок, во-первых, потому что вообще у меня редко звонит телефон, во-вторых, я уже забанила все, что только возможно по рекламам, во-вторых, даже мои близкие люди, как бы, ну, знаете, сегодня есть момент мессенджера, момент занятости, и момент того, что для меня воспринимается сегодня звонок от человека незнакомого, ну, как будто бы он меня, извините, хочет ебнуть бутылкой. И сегодня мне позвонило два человека, моих ученика два, причем, ну, естественно, я снимаю трубку, потому что у меня есть дети, и, безусловно, какие-то моменты бывают, что, ну, знаете, как, если звонит телефон с незнакомым номером, то тебя немножечко стримают. И люди хотели поговорить со мной, пообщаться со мной. Очень часто в личных сообщениях, там тоже вот за секунду до эфира или там во время люди задают такие вопросы, которые, в принципе, можно прочитать или посмотреть. И у нас сегодня у всех, наверное, по крайней мере у многих, очень сильно сдвинулись рамки из-за соцсетей. Наше дружественное общение вдруг начинает восприниматься, как, ну, практически близкая дружба. И люди, у меня был один знакомый такой в Фейсбуке, который мне в три часа ночи, например, начал звонить через мессенджер. И я бы хотела сегодня обратиться ко всем, не только кто вот ко мне имеет отношение, а вообще ко всем людям, которые по отношению к другим, или, возможно, не знают, как по отношению к себе это сделать. Давайте немножечко включим мозг, давайте немножко будем понимать, что дружественность – это очень классно, но дружба – это совершенно другие отношения. И уважение личного пространства друг к другу – это крайне важно. И если мы можем кого-то до последнего не дергать каким-то вопросом, а подождать или разобраться самостоятельно, это будет круто. Ну и, пожалуйста, не звоните незнакомым вам людям, если вы незнакомы лично, человек вам лично не дал свой номер телефона и не сказал, ты можешь мне позвонить. Ну, это просто для меня это какой-то unreal, уже такая, знаете, я очень уважаю всех людей, своих учеников, но у меня сейчас в чатах тысяча. Прикиньте, если тысяча захочет позвонить и поговорить и так далее. То есть просто какая-то для меня, знаете, совершенно неналазящая вещь. И раньше бы я послала нахуй, просто бы сказала, иди нахуй. Сегодня моя личная конституция не позволяет мне таких вещей, но тем не менее для меня внутри это приблизительно так. Поэтому я вот хочу все-таки обратиться и к тем, кто меня знает, и вот всем остальным сказать, если у вас такое бывает, и вас это подбешивает. Ко мне, например, сейчас очень много подходит на улицах, часто, в магазинах. Я вообще не против. То есть это всегда как-то тоже вторжение в личное пространство, но тем не менее это понятно. Но, ребят, ну не звоните, пожалуйста, мне еще в дверь. Меня прям это сегодня подколбасило два человека за день, это для меня too much. Итак, давайте все-таки вернемся к нашей теме. Я, пользуясь случаем, ко всем обратилась, надеюсь, вы меня услышали. Давайте вернемся к теме. Итак, как вы уже поняли, меня взволновала тема того, почему и отчего в один момент, достигая успеха, или не в один момент, а проводя какой-то длительный путь, человек достигает на каком-то уровне, в какой-то теме, в какой-то нише ошеломляющего успеха. Он становится суперизвестным исполнителем, или он становится один из лидеров в своем бизнесе, у него очень крутой магазин, или очень крутой какой-то там компания по обслуживанию чего-то, вот как у меня было, например, свадебное агентство. Ты достигаешь в чем-то успеха, и потом человек превращается в эксперты, нахуй, я вкусный, гормоной, она ведь еще клиент, дистакт. Ну, а вы имеете право на свое мнение, я имею право на свое мнение, правда, вот, поэтому мы можем с вами, могли бы с вами подискутировать, но я такие дискуссии не поддерживаю. Вот, поэтому, если вам не нравится, можете идти туда, куда я сказала. Погнали дальше. Вы очень меня сбиваете такими комментариями, а я почему-то на них обращаю внимание, хорошо. Почему исчезают люди? Давайте все-таки об этом поговорим. Что происходит с этим успехом? Давайте начнем с первой этой части, потому что есть еще нюансы, которые на это очень сильно влияют. Первое, что мне кажется, это то, что очень часто люди, которые достигают успеха, достигают его неосознанно. Так как это было, например, в свое время со мной. Что значит неосознанно? Мы обычно привыкли двигаться по жизни через реальность. У нас что-то получается в реальности, как с канатом, да, как с канатом. У нас что-то получается в реальности, и мы ловим волну, да, то есть мы все время, у нас что-то продается, мы начинаем это продавать, у нас что-то происходит дальше, мы ловим волну. Или там нас вдруг начинают приглашать, и мы становимся известные актеры. Если вы послушаете истории актеров, то очень часто получилось, что на какой-то первый-второй фильм они попали на случайном кастинге. Да, потом они, конечно же, стали уже заслуженными товарищами, но изначально произошло так. Важно, что происходит после этого, потому что шанс и случай нам дается. И я замечала такие интересные вещи, что, ну, например, вот есть, давайте на таком понятном примере, есть известный исполнитель. Как известный? Он какой-то, у него получился хит. Иногда случайно, чаще всего, как бы намеренно человек какое-то время ищет свою хитовую песню. Причем парадоксальность заключается в том, что если он ищет ее долго, как это было, например, с Олей Поляковой. Если кто-то не знает, я родом из шоу-бизнеса, и я очень многих артистов знаю еще с яселек. И вот Оля Полякова, это была такая, да прости меня, Оля, очень долгое время второсортная, третисортная певица. У нее был отвратный репертуар, она была красивая девушка-модель, которую воспринимали как, значит, там, продвиженцу своего мужа, и она никак не могла попасть со своим репертуаром. Ну, вот никак. Мне кажется, я не знаю, сколько лет прошло. Мы, кстати, с Олей одногодки, как оказалось, ну, там, плюс-минус, по-моему, у нас там год в какую-то сторону у кого-то. Но очень долго она, вот прям долго, годами, я помню, она никак не могла прорваться. Но есть такие люди, которые спели одну песню и попали на волну. Вот знаете, вот прям вот сразу человек появился, и вот он попал на волну. Это касается, например, фабрикантов разных, да, вот таких вот, ребят, продуктов и проектов. Но заметьте, что происходит дальше. Дальше очень важно, когда люди продолжают работать и продолжают выпускать хиты, продолжают ловить свою волну. Но очень у многих начинается история про, знаете, артист одной песни. То есть, когда человек, словив, попав на волну, перестает развиваться, а пытается отжимать то, что у него есть. В бизнесе так очень часто тоже происходит. Когда вы начали какую-то нишу, у вас пошли клиенты, и вы, вместо того, чтобы думать о будущем, смотреть, как развивается рынок, куда идет маркетинг, что будет нужно, перестаете это делать. Вот заметьте, когда случилась история с пандемией, уже, казалось бы, мы были достаточно оцифрованы. То есть, мы уже в онлайне неплохо работали. Но, тем не менее, огромная часть бизнесов оказалась вне онлайна. Вне онлайна совершенно. Люди не знали, как продавать, если двери закрылись в магазинах. То есть, все считали, что потом когда-нибудь начнется эра Инстаграма, потом когда-нибудь. То есть, время само нас подвигало. И я, когда анализирую людей и бизнесы, которые умирают, то же самое, например, Nokia. Помните, Nokia же это были цифровые абсолютно телефоны, цифровые, кнопочные телефоны. И когда начал Apple рулить в сторону смартфона, никто не воспринял это всерьез. В жизни так происходит очень часто. Мы, достигая чего-то, нам кажется, что этого уже достаточно. Это касается не только бизнеса, но и нашего личного развития. То есть, нам кажется, что этого уровня уже достаточно для того, чтобы все было окей. Но, когда вы не находитесь в состоянии внутреннего, постоянного, динамического движения, понимая о том, что сегодня необходимо думать о том, что будет завтра, и развиваться, и расти, происходит то, что происходит. В какой-то момент просто такое ощущение, что, знаете, как экран просто переворачивается. То есть, вдруг сегодня это работает вообще круто, очень быстро. Лидеры просто обваливаются в один момент. И человек, у которого в жизни сегодня все было круто, вдруг завтра все обрывается. Если убрать тему бизнеса в сторонку и сказать, ну, у меня нет бизнеса, я что-то не понимаю. Так происходит и в жизни с людьми. Например, вы сегодня замужем, у вас есть мужчина классный, у вас есть квартира, вы путешествуете и так далее. А вдруг завтра происходит нечто. Например, ваш мужчина от вас уходит. Говорит, все, мы расстаемся. Этих историй я тоже знаю миллион сейчас. И человек, который, вот у меня есть одна знакомая, которая путешествовала там 25 раз в году, которая могла позволить себе абсолютно все, повести с собой любую подружку за компанию, и, в общем, у нее было все. Но вдруг, когда она вернулась, муж сказал ей, собирая вещи и уходи из дома. Я тебе даю там 500 тысяч долларов и свободна. Но учитывая, что у них миллиарды, 500 тысяч долларов как-то для ее образа жизни, это только квартирку где-то купить. И то не самую лучшую. Ну, реалии таковы. Поэтому, что же происходит? Почему так происходит? Что такое есть? Я вам попытаюсь рассказать. Дело в том, что мы, как я уже говорила, большую часть своей жизни, а многие всю свою жизнь, являемся приверженцами и проявленцами материалистичной жизни. То есть мы все время думаем о нашем внешнем мире, о нашем мире, который с нами происходит, о нашей жизни, о нашей реальности, но мы совершенно не уделяем внимания своему внутреннему миру. Большинство людей понятия не имеют, о взаимосвязи между мыслями и реальности. И когда вы находитесь, а что происходит во внешнем мире? Постоянный стресс. Постоянный стресс по разным причинам. Является ли стрессом все успеть за день? Является. Является. Просто успеть за день, убрать, привести, отвести, зайти на работу уже является. Является ли стрессом, когда вы развиваетесь, когда вы строите бизнес или работаете на работе, у вас есть какие-то ответственные проекты? Конечно же, да. Является ли стрессом ваша личная жизнь? Конечно. Мы все ругаемся, миримся, мы пытаемся выстроить какие-то взаимоотношения, потому что нам нужно совместить то, что на первый взгляд совместить очень сложно. Быть и мамой, и папой, и женой, и мужем, и зарабатывать деньги. А если ты еще молодой, то необходимо как-то на все это заработать. И непонятно, да, как вообще перейти в это состояние семьи, если ты сегодня не можешь прокормить себя. Мы находимся в постоянном стрессе, и мы думаем постоянно о нашем внешнем мире. Мы постоянно думаем о том, где заработать, куда взять, с кем познакомиться, куда поселиться. Постоянный внешний мир. И уделить время своему внутреннему миру, понять, что до тех пор узнать даже, вот получить вот эту информацию, которую вы сейчас получаете, секс, да, вы правы, и это тоже, получить вот эту информацию, как? А какую информацию получить? А получить информацию о том, например, что до тех пор, пока мы не наведем порядок внутри себя, до тех пор, пока мы внутри себя не разберемся и не узнаем о взаимосвязи того, что наши мысли, наше внутреннее состояние напрямую отражает нашу реальность, мы будем находиться в реальности хаоса и паники. Мы, вот этот весь кошмар, в котором мы находимся, все эти ссоры, стрессы, попытаться заработать, удержать, мы все это транслируем отсюда. Ведь мы паникуем, ведь мы переживаем, и не зная о том, что чем больше мы с вами внутри устраиваем эту панику, тем больше мы ее притягиваем, мы попадаем в огромное колесо, из которого не можем выбраться. И чаще всего это колесо похоже еще и на колесо выживания, то есть не на колесо развития, а на колесо выживания. Было у вас такое, что, или может быть есть, что вы живете месяц, а может быть год, а может быть несколько, и вы понимаете, что на протяжении всего этого времени вы вроде бы как очень стараетесь, а ничего не меняется. Вы не можете сказать, что вы качественно переходите на новый уровень жизни. Вы не покупаете новую дорогую машину, вы не можете поехать на тот отдых, на который мечтали. Вы находитесь в состоянии выживания, сведения концов с концами, вдоха-выдоха, и пытаетесь себя настроить только на одно, что когда-то это закончится и начнется белая полоса. Это жизнь, мне тут не нужно быть супергадалкой, это жизнь большинства людей. Не знаю, сколько процентов, но большинства людей. И в это колесо очень легко попасть, потому что именно неосознанному человеку жизнь представляется именно так, и она у него именно такая. Потому что когда ты неосознан, когда ты не знаешь вот этого устройства, о котором я постоянно говорю, ты пытаешься решить все проблемы во внешнем мире, пытаешься найти новую работу, новый стресс, пытаешься каким-то образом развернуть те отношения, которые у тебя есть, ты варишься в одном котле. Ты понимаешь, что в принципе, когда ты остаешься наедине, такое бывает со своими мыслями, ты понимаешь, что неплохо было бы выйти из котла и посмотреть на ситуацию со стороны. Помните, когда друзья вам рассказывают какую-то ситуацию, вы часто можете дать им рекомендацию, потому что вы не находитесь в эмоциях в этих, в этом стрессе, вы не в их котле. И вы со стороны видите, вы говорите, так ты не права, он не прав, так сделай так, а что ты это терпишь, а почему ты так не скажешь. Но в своем котле мы этого не видим. А как выйти из котла мы не знаем, потому что нам кажется, что если мы из него выйдем, мы умрем с голода, нас уволят или рухнет наш бизнес, и вот так выглядит ваша жизнь. И я вам скажу больше, что люди, которые в какой-то период времени попадают на волну своего успеха, достигают высот, если они не знают и не работают со своим внутренним миром, то, о чем я говорю, не знают взаимосвязи между внутренним и внешним, они в этот котел сваливаются. И именно поэтому очень часто мы видим с вами, что люди, которые вчера были успешны в чем-то, сегодня просто стали самыми обычными, а иногда опустились еще ниже. То есть это действительно так происходит, потому что люди не понимают, они попали на какую-то вершину, кабриолет, самолет, вертолет поднял, а как на ней удержаться, они не знают. Либо есть вторая причина. Вторая причина – это причина слова, которое мы все с вами знаем, только оно имеет обычное значение, называется корона. Очень многие люди, которые достигали или достигают успеха, в какой-то момент включается такое состояние короля. Состояние короля, когда ты не просто считаешь себя выше других людей, а вот, то есть ты вообще, ты вообще отрываешься от орбиты, и отрываешься настолько, что мозг даже не задает вопроса о том, а что делать дальше. То есть я все время говорю о том, что вы должны ставить цели, но тем не менее мы должны понимать, что у нас есть реальность, и мы должны реально все время прокачиваться и расти. Вот у некоторых людей создается такое впечатление, что я сейчас попал куда-то, и меня дальше самого понесет. Но понести может только, если вы будете выполнять внутреннюю работу. То есть если вы будете готовиться к этому и притягивать это, а вы, а человек в момент звезды, он притягивает в основном, что он излучает в момент звезды? Давайте подумаем, излучает ли он позитив? Нет, конечно нет. Он излучает в момент возвышенности, гордости, как это называется, не гордости, а гордыни, да? То есть это уже такие эмоции со знаком минус, когда ты чувствуешь себя сильно лучше других людей. И, конечно же, это притягивает в твою жизнь какие-то ситуации, обстоятельства, которые больно тебя бахают. Поэтому я обращаю на это ваше внимание. Единственным здесь спасением и вообще как бы единственным путем для того, чтобы этого не происходило, я считаю внутреннюю работу над собой и изучение того, каким образом наше состояние, наши мысли, наши ощущения влияют на реальность. Я говорила уже неоднократно, что для меня это похоже на вождение. Вот знаете, ну представьте себе, что стоят автомобили, да, вот в городе, просто стоят автомобили и идут люди, и они садятся в эти автомобили, и они понимают, что кто-то ездит, да, на этих машинах, на них можно ездить, но они понятия не имеют, как ей управлять, никогда не слышали, не видели, не понимают. И вот они садятся, кто-то нажимает на педаль, там догадывается, что нужно что-то переключить, и врезается. Второе выкручивает резко руль, то есть на улицах происходит хаос, люди видят автомобили, они на них садятся, но творят просто страшные вещи, потому что никто не учил их ими управлять. И большинство людей считают, что это вообще глупая вещь, наоборот, от этого нужно держаться подальше, потому что это убивает, да, лучше я буду вообще от этого уходить. Вот такие же обезьяны, простите, такими же обезьянами, наверное, выглядим мы с вами, особенно для людей, умеющих думать, когда мы начинаем сидеть и говорить о том, например, что «Ой, Господи, бедный я несчастный, ой, ничего у меня не получится, да что в этой стране можно сделать, да мне никогда не везет». Я когда далеко ходить не надо, когда смотрю рекламный свой пост с книгой, и там комментариев огромное количество, и есть приличный процент людей, которые пишут «Да, мои мечты никогда в жизни не осуществятся, потому что там то-то, да у меня все равно никогда ничего не получится». И вот человек сидит и сам себя как будто бы бьет топором. И это было бы смешно, да, как у классика, когда бы не было так грустно. То есть послушайте и позамечайте, что вы думаете о своей жизни, что вы о себе говорите, в каком состоянии вы находитесь, какого уровня проблемы вы решаете, что для вас является проблемой. Люди ссорятся из-за того, что неправильно что-то купили, приготовили. Люди ссорятся из-за таких сумасшедших, вернее мелких вещей, устраивают сумасшедшие скандалы. Родители в чатах там могут убивать эту учительницу несчастную за то, что она сказала на пятницу купить цветную бумагу. И тут родитель говорит «На какую пятницу вы что издеваетесь вообще, проклятие?». И ты сидишь и думаешь, ёпсель, а кто-то говорит «Сколько можно, еще 20 гривен сдавать, вы что издеваетесь?». То есть вот эта история, она повсюду. А теперь погнали дальше с вами. То есть я хочу, чтобы в этой части вы зафиксировали то, что как бы сильно в какой-то момент жизни не срабатывало везение или активность человека в реальной жизни, когда он взял и первый начал копать. Если внутренне он не будет подготовлен к своему успеху и не начнет внутренне развиваться, он свалится 100%. Он окажется где-то внизу, к доктору не ходи. Вот просто попроверяйте, возьмите и посмотрите, составьте себе список, кого вы раньше считали среди своих друзей, среди своих коллег, среди своих конкурентов, опасными товарищами. И посмотрите, где они. И если они на вершине, посмотрите, о чем они пишут, о чем они говорят, и вы увидите, что они развиваются, что они развиваются внутренне. Вы увидите, что их темы совершенно иного рода, нежели чем просто математика или что-то другое. Все, кто упал, вы увидите, что это люди, которые жалуются на жизнь, которые представляются жертвами. Закономерность сплошная. Теперь погнали дальше. Я говорила о том, что жизнь абсолютно возможна без черных полос. Помните, нас всегда приучали к тому, что такие существуют жизненные убеждения, которые в нас вкладывали. Ну, например, что за все надо платить. За все надо платить. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Ты должен сильно трудиться, чтобы что-то получить. Жизнь – это сражение, где выживает сильнейший. Ты должен обязательно сражаться, иначе у тебя ничего не получится. И масса других историй про тяжелый путь. Мы легких путей не ищем. Тоже любимая фраза, ее любят повторять, причем очень хорошие люди в том числе. Я вам скажу так, что для некоторых одни из этих убеждений являются очень крутыми отмазками, почему эти люди не достигают успеха. Человек говорит, я не хочу даже начинать достигать успеха, потому что за все надо платить. И кто знает, какая за это будет расплата за мой успех. Тише едешь, дальше будешь. Я раньше считала практически все эти убеждения очень правдивыми. И сама в жизни неоднократно повторяла эти замечательные фразы о том, что и мы легких путей не ищем, и что жизнь – это сражение, и что я женщина-война. И те, кто меня знают долгое время, знают, что я действительно достаточно жесткая и воинственная была. Жесткая осталась, но жесткая – это скорее требовательная. Вы знаете, я часто эту тему поднимаю со своим мужем, поскольку он со мной живет уже 13 лет. И я понимаю, что мой муж тоже очень непростой человек. У нас разница в возрасте 20 лет – это приличная разница. Мы вместе партнеры в работе, в бизнесе. Мы работаем вместе каждый день на протяжении этих 13 лет. И мы воспитываем детей, в общем, мы все время вместе. Я вам хочу сказать, это еще тот путь очень интересный, очень такой, не могу сказать, непростой, но в общем, это путь. И, конечно же, я периодически со смешком задаю, задавала своему супругу вопрос, как он вообще со мной такой вот. Потому что я такой жесткарий, могу где-то, значит, там пульнуть. Но он мне говорит всегда, что, ты знаешь, иногда меня бесит это в тебе, но я прекрасно понимаю, что ты никогда бы не была столь успешным лидером и столь успешным человеком, и никогда бы столько людей за тобой не пошли, если бы ты была мягкой. Твой стержень делает тебя саму. И вы знаете, я с ним согласна, потому что я тоже очень часто повторяю, что я по природе ленива очень, и я борюсь со своей ленью в круглосуточном режиме. То есть, в принципе, я могу очень легко сесть и втыкать в одну точку и вообще не шевелиться. Но вот это мой внутренний стержень, мой перфекционизм, мое желание менять этот мир, оно мною двигает. Поэтому те качества, которые в нас есть, это как бы классно. И вот эти убеждения, которые мы берем, взяли за правду, потому что нам их часто повторяли, мы их читали в книжках, потом в Инстаграме на картинках стали видеть, они нам понравились. Так вот первое, что я вам хочу сказать, это о покойном только снится. А вот выше фраза мне нравится больше, называется это дебилизм. Абсолютно верно. Она относилась к другому, но я ее возьму. Все вот эти фразы, запомните еще раз. Беда не приходит одна, пришла беда, открывай ворота, черно-белая полоса, в жизни за все нужно платить, если сегодня хорошо, то завтра будет плохо, не смейся, а то скоро плакать будешь. Помните еще такое? Жизнь – это сражение и война. Пожалуйста, раз и навсегда, раз и навсегда. Возьмите ластик. Есть такой ластик в сторис. Возьмите его и вытрите это из своей головы. До тех пор, пока у вас останутся жить эти убеждения, они будут как, знаете, такие бурьяны. Это, по-моему, украинскую мову такое слово, но оно мне нравится. Они будут размножаться в вас. Вы должны очень четко сказать себе, что моя жизнь с вот этими полосами – это только потому, что за рулем я отвлекаюсь в телефон. И когда я отвлекаюсь в телефон, я начинаю юлить. Но если я сосредоточусь на своем успехе, и если я начну воспринимать свою жизнь как победоносный путь, как путь, где я всегда побеждаю, где все, что со мной происходит, происходит мне во благо. Если вы начнете каждую ситуацию, которая с вами происходит, перестанете давать ей оценку, хорошо или плохо, вашу субъективную на данный момент, а начнете думать о том, как вам из нее сегодня создать лимонад, помните про лимон и лимонад, что в этой ситуации сейчас может быть для вас хорошего, вы перестроитесь совершенно на другую волну, и ваш путь станет удивительным. Уберите в себе раз и навсегда историю про тяжелый путь. Не надо искать тяжелый путь. Если вы ищете тяжелый путь, то вы дурак. Вот так себе и скажите. Каждый раз, когда вы будете повторять себе эту фразу, говорите, потому что я дурак. Нет, я не дурак. Прости меня, я не дурак. Я просто взял это глупое убеждение, которое мне не принадлежит. Я ищу для себя самые легкие пути, потому что это нормально. Нас приучили все время, чтобы мы выбирали сложный путь, чтобы с нас брали пример, чтобы мы были такими... Ух, зачем? Скажите мне, зачем? Вот скажите мне, зачем? Выбирайте самые легкие пути, выбирайте самые красивые пути, выбирайте все, что к вам идет. У меня, например, есть дочь, младшая, Ева, которая регулярно приходит со школы, еще с каких-то мест, с деньгами. Я ей говорю, Ева, откуда у тебя деньги эти? Она приходит и мне показывает. Она говорит, а мне отдали, девочки, мальчики. Я ей говорю, Ева, я точно понимаю, что она их не отбирает, потому что она самая младшая. Я ей говорю, а почему они тебе отдали? Она, ну я не знаю, вот это Маша мне захотела подарить, там Вася, там еще что-то, это мне сказала, вот купи что-нибудь себе. Вы знаете, я ее поощряю всячески. Хотя, когда у меня была няня, она страшно пугалась и ругала за это. И нас в детстве родители ругали. Нам говорили, верни немедленно. Это же ты у кого-то что-то, это же кому-то дали. Вот я считаю, что если ребенок умеет с детства притягивать свою жизнь деньги, и у людей есть желание ей их отдавать, с удовольствием принимая, мы все время нам говорили, верни обратно. Это не надо. Моя Алиса, например, подарила свою золотую медаль подружке. Та пришла к ней в гости, она настолько к этой девочке прониклась, что она ей подарила свою золотую медаль, которую она выиграла на турнире. Мы должны понимать, что мы не те ценности в жизни создаем. Мы не возле того. Мы почему-то все время считаем, что надо, чтобы все было тяжело, сложно, честно, правдиво. Я вам скажу, что все происходит так, как мы верим в это. И как мы это создаем? Не создавайте лишних вот этих грузов. Если к вам несут дары, принимайте эти дары с благодарностью и говорите себе, я достоин этого. Если вы хотите быть щедрым по отношению к другим людям, будьте, только не ждите, что они обязательно должны вам дать что-то в ответ, и потом вы будете страшно расстраиваться, что вы этого не получили, а ведь вы же им дали. Мать вашу, не усложняйте, научитесь кайфовать, быть эгоистом, думать о себе. Если вам хорошо отдавать, отдавайте. Если вам хорошо принимать, принимайте. Настраивайтесь на волну успешного человека. Будьте уверены, что все, что приходит через ваши руки, на ваш путь, это все не к несчастью, за это не надо будет платить. Так, сори, друзья, тут будет сейчас дикий крик. Все, мы этот вопрос решили. Не нужно создавать проблем там, где их нету, и обязательно ждать, когда вам что-то долбанет по голове. Даже если вам что-то долбанет по голове, посмотрите на это и подумайте, так, мне это долбануло по голове, интересно, что я могу с этим сделать, как я могу превратить это в часть своего успеха. Вы сами, мать вашу, создаете себе весь гемор и все проблемы. Вы сами на то, что плывет к вам в руки, начинаете навешивать какой-то ярлык, вот вас увольняют. И вы такие, гад, да поблагодарите этого святого человека, что он вас отпускает, что вы наконец-то сможете сделать то, о чем вы думали, ведь вы же были недовольны этой работой, вы уже давно хотели уволиться, но вы боялись. А этот человек наконец-то подарил вам свободу, подарил вам вот тот шаг, возможность сделать, который вы не могли сделать. Или если вы разводитесь, ну, значит, хуевые у вас отношения. Ну, зачем вам жить с человеком, который не хочет с вами жить? Зачем вам пытаться понравиться этому человеку? Спасти, мать вашу, этот гребаный брак, который уже бракованный. Поблагодарите его, потому что вы бы этого не сделали, а вам еще жить вместе 30, 40, 50 лет, ненавидя друг друга. А зачем оно вам надо? Благодарите все, что с вами происходит, все, что заставляет вас остановиться. Болезнь притянули? Ну, благодарите ее за то, что она вас заставила тоже остановиться и посмотреть на свою жизнь по-другому. раз вы, блин, не могли придурочный по-другому никак себя заставить сделать, ну, скажите себе, все, блин, все, Олечка, все, пришло время остановиться и задуматься. Друзья, думайте и принимайте это. Вы что считаете, что вас выпустили в мир, да, таких вот, и жизнь такая вселенная, госпожа красивая сидит, и вас, короче, закидывает всем, на тебе проблемку, на тебе проблемку, нет, вот и вас уволили, молодцы, классно, я вас всех поздравляю, наконец-то, наконец-то вы из какого-то второсортного или десятисортного сотрудника, который хреново делал свою работу, иначе бы вас не уволили, а хреново вы ее делали, потому что вы ее не любили, понимаете, если бы вы любили свою работу, вас бы никогда не уволили, вас бы сделали боссом, вас бы повысили, но вы ее не любили, правда, Вам было стрёмненько, надо же какие-то движения делать, это же меня сейчас уволили, блин, а мне надо искать, а вдруг меня не возьмут, а вдруг там вы сидели и боялись, а всё теперь, Наташа, Наташа, всё теперь, уже не надо бояться, уже всё состоялось, самое сложное дело сделали за вас, понимаете? Вот вы должны это осознавать и всё время думать, качать, куда я хочу дальше, чего я хочу дальше, не сидеть вот это вот баклуша, а то, а что же это, он от меня ушёл, ну так думать надо об этом, я всегда себя держу в хорошей форме, мало ли, ушёл, умер, забыл, я должна знать, что я у себя есть, и он точно так же, он тоже понимает, что вдруг я завтра скажу, дорогой, прости, я люблю Пашу и буду теперь ему рожать детей, тоже должен быть в форме, понимаете, мужик на рынке, нормально, смотрите на жизнь здраво, а мы все смотрим, как старые бабки, и потом, ой, он ушёл, я теперь умру, или меня уволили, всё, я теперь это, там, под стулом, где-нибудь сижу, и что? Вы чего? Жизнь это путь победителя, нету в ней никаких грёбанных чёрных красок, это вы их придумываете, и вы себя туда загоняете, сидите себя этой чёрной кистью, извозюкиваете, понимаете, сил говорите нет, энергии нету, и себя этой чёрной вот этой вот красочкой, и всё на себя наговариваете, и всё вы, блин, плохой, тупой, дурной, и сидите во всём этом грязном, белище, говнище, и говорите, что-то жизнь моя не ладится, правда? О-о-о, я чё-то удивлена. Ребята, ещё раз, ваша, вот эта вся реальность, то, что называется внешним миром, идут вот отсюда, если бы вы тут классно настроили инструмент свой, знаете, где фортепиано настраивается, крышка поднимается, и там настраивается, и тогда он не звучит так, не, чтобы он тебя, та-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на, его сначала настроили, вот и вы внутри себя должны настраивать, а вы туда не заглядываете, у вас там пыль, тараканы, беляш, чебурек, колготки, пампер старый, когда ребёнок накапал, воняло сильно, гости позвонили, вы туда его засунули, и вот это ваше внутреннее, и у вас теперь такой мирочек весь попахивающий, и вы такой сидите и говорите, ну всё будет хорошо, конечно, естественно, всё будет хорошо, вы умрёте несчастным бедным человеком, государство продаст вашу квартиру, туда засели от обездоленных собак, всё будет заебиська, конечно, так и будет, если мне, кстати, ещё кто-то напишет, не ругаться матом, я вас удалю сразу же, навсегда, переживите, пожалуйста, этот кошмар без меня, ладно? Вот, здравствуйте, Сергей, вы пришли? Вот, Сергей зашёл, это так, чтобы вы знали, если вдруг, что за шумы, посему путь победителя, это тот путь, который вы начинаете прокладывать вот отсюда, не оттуда, а отсюда, крышку рояля надо поднять, или как бы из-за этого, господи, фанат, идёт мой муж, с телефоном и смотрит меня, где-то тут доживись-то, это необходимо сделать, и чем раньше вы это поймёте, тем быстрее вы начнёте жить нормально, вы сами себе всё это придумываете. Я сейчас многое подсматриваю, подсчитываю о квантовой реальности, обо всём устройстве мира, знаете, и пришла к самому главному заключению, что реальность такова, какую мы её для себя придумываем. И ведь это гениально, это гениально, потому что это означает только одно, мы можем придумать всё себе сами. И только главный вопрос, который меня всегда интересует, почему же мы тогда придумываем себе всё дерьмище, почему из всех богатств мира мы выбираем пьющего мужика, квартиру старую, задрыпанную, отсутствие автомобиля или автомобиль, как я ехала в такси с дыркой, почему мы это выбираем для себя? И постоянные жизненные проблемы, почему вам нравится обсуждать проблемы, почему вы по-прежнему заглядываете в телевизор, почему вы до сих пор не сказали своей маме, что вас уже задрало разговаривать обо всём этом, что пора ей уже не лезть в вашу жизнь, почему вы так живёте? Именно поэтому в вашей жизни есть эти полосы. Их в принципе нет, вы их сами рисуете. Ваша жизнь – это сплошной белый ковёр, но вы такие трудолюбивые люди, такие заботящиеся люди. Вы переживаете, что белое может запачкаться, поэтому на всякий случай вы решаете провести чёрные полосы, чтобы если что не так видно было. Вот приблизительно так, приблизительно так выглядит жизнь обычных людей. Я очень хочу, чтобы среди моих зрителей обычных людей становилось меньше, точнее, чтобы вы были, но очень быстро превращались в необычных. Потому что крайне обидно, как пишут мне некоторые рерайтовцы, что когда ты проходишь марафон, и ты за месяц понимаешь, что вся вот эта твоя предыдущая жизнь была «ай», и что ты сам себе это делал, что откуда этот уровень мазохизма, у меня до сих пор остаются по этому поводу вопросы. Вы знаете, я часто наблюдаю за родителями, потому что у меня есть дети, и я из-за этого вынуждена наблюдать за другими родителями. Часто наблюдаю за тем, что они им говорят, и часто наблюдаю за тем, как они себя ведут. Я понимаю, что мазохистов будут растить еще долго. Я не беру на себя, ну я считаю очень глупым менять людей без их желания, но я искренне надеюсь, что людей, которые осознают, что это путь в никуда, и что вот этот свой крест, который вы себе сами придумываете, выпиливаете и вешаете на спину, вы зачем-то еще вешаете на своих детей. И если вас не мотивирует это, то есть свое спасение, то подумайте о детях. Сегодня у меня пришла Ева со школы, а Ева бунтарка. Ева в первом классе, Алиса в третьем. Алиса еще полубунтарка, Ева вообще бунтарка. Она вчера купила себе красивый костюм, купила много одежды, но в общем купила красивый костюм спортивный. И пошла сегодня в нем в школу. Говорит, белый-черный, как просят. Учительница назвала его пижамой, сказала типа, что ты в пижаме. Типа, Ева, ты больше так не придешь? Я говорю, что ты ответила? Она сказала, ага, я ей сказала, конечно, я так больше не приду. Такая, я, говорит, человек, я имею право выбирать, в чем мне ходить. Школьную форму Зеленский отменил, вот так она мне говорит. А белый-черный, костюм был белый-черный, типа не придолбешься. И вы знаете, я даже не лезу в эту всю историю, хотя я понимаю, что, наверное, так не очень хорошо ходить в школу. Но тем не менее, я считаю, что в жизни каждый из нас, сколько бы лет нам не было, должен уметь создавать собственную позицию, отстаивать собственную позицию и в этом вариться. И если она сейчас хочет пораздражать учителя или не видит в этом раздражение, а просто хочет делать так, как она хочет, пусть делает. Самое глупое, что я сейчас могу делать, как мама, пытаться ее перекроить, так как все время перекраивали в шаблоны нас. Я, например, не совсем понимаю, каким образом сегодня, в нынешние времена отражается на обучении то, в каком костюме ты пришел. Ну, правда, ну вот серьезно. Вот частные школы уже отказались, по крайней мере, вот куда я детей собираюсь переводить, отказались уже от школьной формы. И мне иногда кажется, что, знаете, мы создаем себе какие-то, ну, точнее нам создают какие-то правила, просто чтобы отвлечь нас от главного. Вместо того, чтобы учителю поговорить с детьми о силе разума и о силе мысли и поизучать какие-то эти темы, или на крайний случай порисовать пингвинов, поднимаются темы войны и прочих штук, которых я вообще не хочу в жизни своего ребенка видеть, например. Поэтому еще раз, избавляйте себя, своих детей и свою жизнь от всего того, что не принесет вам удовольствия, достатка и развития. Тот, кто сказал, что жизнь невозможна без войны, что в жизни нужно там вот все время сражаться, ну зачем, для чего? Ну, сами подумайте, как разумные люди, нас заставляют защищать честь страны, еще чего-то, а я бы обнималась и целовалась бы со всеми людьми на планете, потому что какая разница, давайте, я вообще не понимаю, что у нас деньги разные, зачем они вам вообще нужны. Разные взгляды на жизнь. Не усложняйте себе то, что усложнять не нужно, и, пожалуйста, перестаньте говорить себе о том, что обязательно будет черная полоса. Как только в вашей жизни появляется черная полоса, берите фонарик, зажигайте его и говорите, что я сделал, первое, и второе, что я могу немедленно сделать, чтобы это исправить. Немедленно сделать. Вам нужно изменить настройку внутри. Настройка внутри – это ваши эмоции, это создать для себя проекцию того, о чем вы сейчас начнете думать. Когда у нас происходит любая ссора, проблема, то, что нас начинает гложить, мы ее начинаем раздувать, как говорится, делать из мухи слона, и при этом создавать вокруг себя реальность проблем. Я вас умоляю, дайте себе на это полчаса, позлитесь, обсудите это, выговорите это, а после этого придумайте себе новое прекрасное, что-то, чему вы сейчас начнете радоваться, что-то, на что вы переключитесь, и как будто бы вы возьмете новый воздушный шарик и надуете вокруг себя большой красный шарик, а черный сдуете. Потому что, когда у вас черная полоса, это означает, что вы просто сидели неосознанно и надували свой черный шар. Еще раз, 15 минут на шарик, час максимум, все, додули его, обсудили эту проблему прям так, чтобы ваша трусила, дальше он должен лопнуть. Будьте эгоистами, еще раз, и буду говорить это миллион раз, будьте эгоистами. Эгоист – это человек, который хорошо знает, что ему должно быть хорошо, потому что, если ему будет хорошо, всем вокруг тоже будет хорошо. Не бывает такое, что вы сидите в изобилии, в богатстве совсем, а ваш ребенок ходит голодный. Но если вы сидите голодный, то шанс на то, что ваш ребенок будет в изобилии и богатстве, слишком малы. Уверена, что вы это прекрасно понимаете. Итак, конечно же, на этой замечательной ноте я хочу вам рассказать и напомнить о том, что 1 апреля стартует мой марафон «Рерайтер жизни», в котором мы, собственно, и производим вот эти наши изменения. Марафон «Рерайтер жизни» сейчас проходит, происходит, не знаю, проводит, у нас, в общем, полные реформы. Я полностью переделала этот марафон, мне кажется, он стал на две головы сильнее, потому что я переделала абсолютно все, у нас стало еще больше уроков. Мы пишем там, во время этого марафона, мы пишем книгу своей жизни, книгу, в которой мы описываем все, чего мы желаем, какую жизнь мы хотим проживать. И мы проходим очень много практик и уроков на тему того, каким образом работает наш мозг, каким образом мы с вами влияем на нашу реальность. У нас есть очень много различных практик и упражнений и месяц, в течение которого мы трансформируемся. Я вас приглашаю, конечно же, приглашаю, потому что я всегда повторяю вам о том, что рано или поздно, если вы меня смотрите, вы все равно попадете на «Рерайтер жизни». Зачем вам, собственно, это ждать? Я безумно жду, когда у нас начнется этот марафон, потому что я знаю, во-первых, нас будет много, у нас будут принимать участие очень много людей, которые уже принимали участие в нем ранее, потому что всем очень хочется посмотреть, что же будет в новом марафоне. И я вам могу сказать, что я очень горжусь этим новым своим продуктом, потому что я сейчас его дописываю, доделываю конспекты, очень много делаю того, чего не делала раньше, просто не успевала. За год уже, в общем, все это собрала и могу вам сказать, что я очень горжусь тем, что получается. А если я горжусь, а я как перфекционист всегда недовольна, то, поверьте, значит, действительно есть чем гордиться. Поэтому найдите для себя возможность, время, пройдите, и вы увидите, что в течение месяца вы очень сильно изменитесь. Изменится ваше восприятие мира, изменится ваш внутренний мир. А это говорит о том, что ваш внешний мир поменяется автоматически. Это так работает. Как попасть на марафон? У меня есть ссылка в профиле Инстаграма. Если будет видео на Ютубе, значит, под видео на Ютубе есть всегда ссылка на марафон «Рерайтер жизни». Вы туда заходите, смотрите, выбираете версию «You are welcome». Занятия, значит, марафон проходит онлайн. Там есть урок. На каждый урок дается два дня в базовой версии. Есть версии, где может быть доступ более длительное время, есть навсегда. Есть в стандартной версии, на урок дается два дня. То есть у вас открывается урок, вам приходят уведомления. У нас все происходит на собственной базе и платформе. Все очень удобно, все расписано. В общем, поверьте мне, вы редко, когда видели такую подачу материала, мы очень сильно этим всем озаботились. Плюс у нас есть чат в Телеграме, где абсолютно все участники марафона находятся вживую. Где вживую нахожусь я. Где я даю вам фидбэк, где мы общаемся, где вы всегда можете получить обратную связь. Это тоже очень классно, потому что, конечно же, и появляются какие-то вопросы, и появляется, ну, в общем, много чего появляется. Иногда просто хочется пообщаться, и поддержка такая очень нужна. В течение месяца я нахожусь с вами в чате, так что мы работаем. А дальше, если вам эта тема нравится, и вы захотите продолжать, у нас уже есть более углубленные клубы, программы, куда вы сможете попасть, но уже только после рерайтера жизни, потому что приняли такое решение, что без рерайтера жизни дальше никому идти нет смысла, поскольку, как бы, ну, поскольку так, да, поскольку рерайтовец – это уже рерайтовец. Вот, спасибо всем огромное. Я вам буду очень признательна, если вы оставите пару слов после того, когда я публикую эфир, для того, чтобы люди видели, посмотреть этот эфир или не стоит. Эфир, у которого есть комментарии, естественно, больше вызывает интереса. Поэтому в качестве такой небольшой оплаты за мое уделенное вам время я вас прошу, в свою очередь, сделать для меня такой подарок. Спасибо всем огромное. Напоминаю вам о том, что мы с вами будем видеться еще на этой неделе. Я думаю, еще два раза. Я запланировала эфиры на понедельник, среду, пятницу. Надеюсь, что все получится, и мы с вами еще классно поработаем. Кстати, в пятницу не факт, но посмотрим. Все, спасибо огромное. Сейчас публикую эфир и попрошу вас оставить комментарий. Всем пока.